Всем привет! Сегодня в рубрике официального обозревателя Ари Флейм у меня вот такая новиночка тканевая маска. Одну мне прислала компания и еще две я себе взяла для перелетов. Буквально через несколько дней мы летим в Токио. Я начала смотреть, что же такое приобрести себе в Японии, что-то такое эксклюзивное и практически все блогеры говорят тканевые маски, тканевые маски, тканевые маски. Я начала изучать уход, как ухаживать за лицом японки. Я конечно была в шоке, насколько у них многоступенчатый идет уход. Потом подробнее расскажу. Тканевые маски они используют практически каждый день, либо через день. Есть маски, они так и называются, 365. Это означает, что логично, 365 дней вы их используете. В большом тубе сразу открыли и оттуда вы берете, как влажные салфетки. Есть маски, которые вот так герметично упакованы, они более дорогие и цена, стоимость маски зависит от граммов и от эмульсии, которая помещена вот в такие тканевые маски. Все, думаю, скуплю для себя тканевых масок очень много и начала смотреть рейтинг тканевых масок японских. И когда я посмотрела, стоимость, они не бюджетные. То есть в среднем цена маски, они продаются в коробках по 4-5 штук, начиная от 20 долларов. То есть одна маска выходит от 3 до 50 долларов и выше, в зависимости от насколько-то люксовый бренд. То есть вот эти маски попадают в среднюю ценовую категорию, если взять сравнение с японскими масками. Но я не могу сказать ничего по эффективности, потому что я сама хочу попробовать. Давайте же с вами разберемся, как пользоваться этой маской, что в ней такого полезного, уникального и почему в японском уходе эти маски must have. Если мы берем азиаток, японский уход, то это прежде всего уход за лицом, а потом уже декоративная косметика. И они начинают ухаживать за кожей не с 30 лет anti-age, с 18 лет они начинают активно использовать маски, вот такие тканевые. То есть с 18 лет все, у них начался максимальный комплексный 8 или 9 этапный уход за лицом. И такие тканевые маски они используют после очищения гидрофильным маслом, очищения пенки, потом скраб и только после этого идет маска. То есть у них многоступенчатый идет уход. Конечно же я все это буду изучать, все это буду вам рассказывать, показывать. Мое первое впечатление о маске. Итак, поехали. На вэч написано, что нужно держать 15 минут. Активная сыворотка за это время проникает глубоко в слои дермы. И после окончания процедуры лицо будет выглядеть ухоженным и помолодевшим. Кроме того, тканевые маски можно использовать в любое время суток. Утром все средства в составе масок глубоко увлажняют кожу и выравнивают ее тон, а значит лицо готово к нанесению макияжа. Вечером тканевая маска снимет усталость, освежит лицо, подготовит его ко сну. За 10-20 минут можно преобразить лицо перед ответственным мероприятием. А если есть возможность не только посидеть, но и полежать с маской, то можно рассчитывать почти на полноценный сеанс отдыха, ну как в салоне красоты. Но главный плюс это действие, которое маска оказывает на кожу. В таких средствах содержится большое количество сыворотки, насыщенной полезными веществами. Пока маска взаимодействует с кожей лица, активные компоненты успеют подпитать и увлажнить ее так, как это не под силу обычной маски или кремов. Гиалуроновая кислота, входящая в состав косметических средств, формирует на поверхности кожи непрерывную тонкую пленку, которая сохраняет естественную увлажненность кожи. То есть она прекрасно совместима с кожей, не вызывает аллергических реакций, раздражения. Таким образом, пленка из гиалуроновой кислоты помогает быстрому заживлению кожи без образования рубцов. И это свойство особенно ценно в средствах для лечения угревой сыпи. Согласно многочисленным исследованиям, ниацинамид эффективен при возрастных изменениях кожи. Он увеличивает синтез коллагена, сокращает морщины, выравнивает кожу и осветляет пигментные пятна. Регулирует производство кожного себума, уменьшает поры, а также влияет на некоторые штампы бактерий, которые вызывают кожные инфекции. Вот почему его добавили. Витамин С участвует в синтезе коллагена, задерживая процессы старения кожи. Вызывает более быструю регенерацию эпидермиса, а также осветляет пигментацию кожи. Участвует в регенерации витамина Е, сильный антиоксидант, а потом сам проходит регенерацию. Пара витаминов С и Е очень эффективное средство для кожи и является инструментом в борьбе со свободными радикалами. Во время маски я ощущала такое активное пощипывание, покалывание, разогревание. Шло прям активное разогревание. Сейчас я сняла и чувство обратное, чувство холода, охлаждения, ментола. И после того, как вы нанесли маску, нужно немножко остатки вбить, хотя в принципе уже остатков нет. То есть все, кожа впитала. То есть когда идет активное пощипывание, поры открываются, максимально забирает вашу сыворотку и потом действием маски через 15 минут они холодом закрывают поры так, чтобы все активные компоненты остались там. Что я рекомендую еще сделать после того, как вы сделали масочку, обратно масочку вернуть туда, внутрь, не для того, чтобы повторно использовать, а для того, чтобы собрать все остатки эмульсии и ее нанести туда, на шею. Кстати, в тканевых масках можно не просто лежать, можно ходить, делать свои дела. И вообще в Японии их используют каждый день. То есть есть маски, называются они 365. Хочу отметить особенность, что я чувствую, что кожа стала более плотная. Прям вот вообще результат чувствуется. Еще немножечко кожу печет. То есть сначала было резкое охлаждение, сейчас немножко печет. Идет вот какой-то обмен, я чувствую, но кожа намного плотнее. Мне нравится скомфортное состояние кожи. Сейчас я нанесу свой базовый, сначала дневной крем. И после этого буду делать, носить макияж, как обычно. То есть у меня сегодня мероприятие. И пока я делаю макияж, моя маска будет работать на шее. После того, как я нанесла маску, я снимала еще много видеороликов. Тестирую продукцию, потому что мне нужно успеть перед Японией вам все отснять. И какой эффект? Я вот реально чувствую эффект вау. Макияж лежит совершенно по-другому. Он просто круто лежит. Кожа, она такая плотная, кайфовая. Вот как я жила без такой маски, я не знаю. Я знаю, что однозначно на Выш, на куплю маски. Также в Японии возьму, буду тестировать. Но мне кажется, я больше не смогу ухаживать за лицом без масок. И еще, те, кто уже пробовал эту делать маску в качестве ночного ухода, утром эффект был просто вау. Говорят, кожа другая, она другая. Поэтому я думаю, что будет дубль 2, дубль 3 снятия этого видеоролика. Когда пройдет 2 месяца, 3 месяца, когда эта маска будет в комплексном уходе, тогда я вам расскажу уже больше отзывов. Ну все, всем большое спасибо. Пишите ваши комментарии. Люблю вас. Пока-пока.